И первая цель, которая есть у Украины, я так думаю, и в общем-то должна быть, это полное уничтожение российского флота. Это действительно была воля народа, вот тех крымчан, которые там жили, чтобы все это произошло. Или мы сейчас положим лучших и лучшее, что мы имеем, ради того, чтобы удовлетворить какие-то желания бизнеса. Вітаю, шановні глядачі, на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні будем говорити про долю земли, яка стала для нас символом боротьби і незламності. Саме з окупації цієї території розпочалася війна, яку зараз переживає кожен українець. Мова йде про Крим. Яка його доля? Чому саме за Крим ми боремся до останнього подиху? Чому так важливо, щоб Крим повернувся і став українським? Сьогодні нам розкаже наш майстер Ораклу, пані Марія Ланг. Доброго дня, пані Марія. Доброго дня, намасте. Намасте. Слава Україні. Героям слава. Пані Марія, я знаю, що ви зробили розклад на Крим, тож розкажіть, будь ласка, що притягує окупантів на цю землю, чому за Крим точаться такі бої, яка роль України у цій визвольній війни і коли Крим повернеться? Расклад Оракула Шейматрика вскрыл, естественно, дуже багато проблем в цій території. І ви знаєте, прежде чем начать розклад, я б хотіла сказати маленький епиграф ко всему нашому сьогоднішньому розговору. Лучше впасть в нищету, голодать или красть, Чем число блюдолизов, презренних попасть. Лучше кости голодать, чем прелеститься страстями, За столом у мерзавців, имеющих власть. Це сказав Амар Хайян. І є люди, які считають також, А вот крымчане так не считають. Вони дуже сильно хотіли попасть за цей стол. За стол, щоб розділити і страсти, і богатства, і еду, і деньги. І правильно ли вони зробили вибор? Давайте посмотрим, що показал Оракул. Тому що, зробив цей выбор, вони прийдали свою країну, в якій вони в той момент знаходилися, країну Україну. І прелестившись обіщаннями, прелестившись якими-то благами, високими зарплатами, пенсіями, обіщаннями, що будуть больші інвестування в розвитие Крима. Єстественно, ці люди зробили свій выбор. І вот правильно ли вони зробили свій выбор? Що показує первая карта Расклада? Вона показує союз в перевёрнутом положении. То есть, коли союз, вместо того, щоб стати крепким браком, щастливим і благополучним, приносить этот союз несчастья, боли і потери. То є на центр Крима, на центр Расклада випадає сгущення неприятностей, нежелательний союз, необхідність смиряться, давати взятки. То є, соответственно, ці 8 років корупція в Криму процветала, як ніколи. Дякую за перегляд! Многим людям пришлось унижаться, смирять свои амбиции, отдавать что-то своё. І дуже багато людей вследствие цього в Криму заболели. Але ці заболевання зв'язані исключительно с тяжёлими емоціональними переживаннями. А почему крымчане зробили цей выбор? Давайте посмотрим на последні 100 років развития цієї территории. Ми знаємо, що, грубо кажучи, с начала советського періоду це місце було такою з «Советської здравниці». Але в основному з «Советської здравниці» не тільки для простих людей, але і представників власні, представників коммуністичної партии і КГБ. Тобто там располагались їх дачи, там располагались їх санаторії, там дуже багато речі політичні решалися, і ми це все прекрасно знаємо. Тобто люди, проживаючі в Криму, к цій обстановці вже давно привыкли, що їм потрібно лебезити перед цією властью, тому що ця власть може їм дати кусок хлеба. Тобто я можу сказати, що на протяжі 70 років у кримчан таке сложилось мировоззрення. І тому їх вибор, собственно говоря, абсолютно понятен. Почему вони не шли за правдою, вони не думали глобально, вони думали сиюминутно, а как бы їм там посдавати свої дачні домики, а хто дороже за них заплатит. А вот які у нас там будуть пенсії. В Україні пенсії маленькі, а там пенсія в 2-3 рази більше. І я вам хочу сказати, що, звісно, є в цьому більші опущення правительства і нашої країни, тому що пенсії действительно в Україні смехотворні. А основной електорат, який голосує, це в основному люди пожилі. Тобто молоді ж не така була у нас политически активна в країні, як зараз. І вот коли цих пожиліх людей, скажімо, соблазняли якими-то благами, то, естественно, вони були уверені, що прийдет Росія, прийдет опять які-то понятия із Советського Союзу, і їм буде жити легче. Хочу сказати, що із Крима Советський Союз ніколи не уходив. Я в своє время була в Севастополі, це були 2000-і годи, то, ви знаєте, було відчування, що я попала на машині в Советський Союз 80-х годів. Тобто було впечатління, що де-то життя бурліт, де-то що-то зміняється, а в силу того, що в Криму більші частина населения була действительно російська з Росії, це сім'ї військових, і просто військових, і моряків, і сім'ї, які туди завозили в течіній Советського періоду, то понятно, що і обстановка там була відповідає. Тому це дійсно було вільня народу, тих кримчан, які там жили, щоб все це відбувалося. І що ж теж случилось, коли вони зробили свій вибір, який веде їх к таким вот послідствиям. У них перевернулася їх духовна сила, яка є у кожного, вона є у землі, вона є у людей. Але ця духовна сила може бути перекрито і не давати людину действительно волевого і духовного росту. Т.е. начались, навіть якщо люди хотіли які-то духовні продвігати, може бути, практики якісь виконувати, що-то робити, які-то духовні мероприятия в Криму, то расклад показує, що це все було достаточно неуспішно, в плані того, що це була духовна енергія там заблокувана. І нет мощи у всіх тех духовних предприятий, які осуществляюся на території Крима. І вот ви знаєте, що в Криму знаходиться дуже багато міст сил, древних храмів, міста і судьба вообще Крима, на самом деле дуже прекрасна, тому що Крим по своїй судьбі должен сиять як сонце. Це місто в основному сонячного культа. і зараз я не можу розказувати про міста сили Крима. Несмотря на то, що там вони є, але в данний момент ця інформація має бути від людей закрита, тому що її зараз просто нікому передавати. Я думаю, що через какое-то время, коли ситуація зміниться, ми зробимо спеціальну з вами встречу подробно о містах сили і волшебних, чудесних порталах цього полуострова. Що произошло дальше із-за цього всього, що у нас случилось? Крим всегда привлекал людей. І це місто, котре завжди буде привлекати людей. Це місто, де відбувається у людей розкрития їх творческого потенціала, де люди наслаждаються жизнью, де, в принципі, дуже багато позитивного. І вот зараз у людей, які знаходяться в Криму, відбувається дуже серйозна переоценка. С одной сторони, вони пошли по своїй волі, сделали то, що вони хотіли, получили то, що вони хотіли, тому, що дійсно вливання в Крим були больші. І вони, встав, встав, в якому-то смыслі, то є получив то, що вони желали, насладилися плодами цими, які вони получили, і моментально к ним охладили. І зараз в людях починається пробуждення якого-то плана отрезвання. До них, як говориться, починає доходить, а правильно ли вони поступили. І вот сейчас у цих людей є шанс правильно проявитися. Якщо ці люди зараз, у цих в душе вже це созрело, правильно проявиться, то не буде преград на пути їх проявлений. Це говорить о том, що даже це партизанське движення в Криму, можливо, починає набирати обороти. тому, що безусловно, там є люди, які, в кусях всього, осознали разницю, поняли ошибки, і, скажем так, наконец-то вернулись к тому настоящому, чого вони действительно хочуть. тому, люди получили опыти жизни в своє время і при Україні, тепер вже і при Росії, і зараз вони можуть зробити правильні виводи, і зараз люди починають видеть силу, которую вони раніше виділи в государстві Росії, вони зараз починають видіть эту силу в Україні. також у них пройдут различные инсайты про зрення по поводу себя і по поводу ситуации. Неожиданно вони будуть получать багато інформації, і, в общем-то, якщо вони поведуть себя правильно, то не избавити себе від багато неприятностей, які можуть случиться в будущем, якщо население Крыма буде продолжати быть пассивним или же помогати российской власти. Очень интересное произошло за время российской оккупации Крыма, что там произошло интересного і в какой-то степени положительного. Туда по всевиденності были перенесены какие-то клиники, были там проведены какие-то эксперименты в плане здоровья. Возможно, там осуществлялись какие-то операции. Я могу предположить, что, возможно, это были операции и по косметологии, и операции по пересадке органов. то есть какие-то новые виды деятельности и эксперименты там проводились в области здоровья. Также я вижу, что все эти эксперименты, это с другой стороны, была большая авантюра и достаточно рискованное предприятие. И по всей видимости, сейчас это все будет вывозиться обратно, все, что туда привозили, может, какое-то медицинское оборудование или что. То есть скорее всего, что эти все эксперименты сейчас будут свернуты, и эти все клиники будут думать, как им оттуда без последствий и побыстрее уехать. Очень много денег и других ресурсов было привлечено в Крым с помощью пропаганды. То есть с помощью речи в Крым были принесены богатства. То есть люди хотели что-то действительно построить, развить, но получилось ли у них это? Отчасти. Потому что время у них их экспериментов и их вложений уже закончилось. Поэтому мы можем говорить, что их усилия оправдались только отчасти, потому что сейчас пришло окончание этого периода. И очень сильно пострадает природа и земля от тех событий, которые будут происходить в Крыму. Значит, скорее всего, что будет продолжаться какой-то перераздел земли. Очень будет много обманутых людей на сделках с недвижимостью. Вы знаете, когда человек стремится поиграть во множество игр, в которых он преследует исключительно эгоистические цели, то природа начинает уменьшать его возможности и отбирать его достаток. И вот мы можем увидеть, что эти события будут развиваться. Но также ещё момент, что природа не будет поддерживать, то есть природа пострадает от любых военных действий, которые будут там происходить. и природа не будет поддерживать людей. Расклад показывает, что природа уменьшит свободу человека в этом месте. Это можно интерпретировать различными способами, как природа уменьшает свободу человека. То есть те же потопы, те же какие-то неприятности от стихий, они мешают человеку в его деятельности, в его передвижениях и вообще рушат все его планы. Поэтому мы можем понимать, что природа будет достаточно агрессивна в ближайшее время к людям, которые там находятся. Далее мы можем разобрать, что показал расклад на сектор войны. Расклад показал то, что в военном предприятии победит умнейший. Сейчас силы, я не могу сказать, что они равны, они даже в большей части на российской стороне больше силы, что касается Крыма. Но победителем в этой ситуации выйдет тот, кто проявит, как говорится, больше ум, большую смекалку, большую неординарность и большие способности. Сейчас, в данный момент, у Украины нет ресурсов военных для того, чтобы идти, грубо говоря, в пешую, завоевывать Крым. Нам нужно в первую очередь разобраться с теми военными действиями, которые происходят в других областях, в той же Херсонской, Запорожской. То есть пока не решены военные ситуации в этих областях, не нужно двигаться куда-то дальше. Но Украина может продолжать делать то, что она делает. На дистанции разрушать военную мощь России. То есть продолжать бомбить штабы, склады. и первая цель, которая есть у Украины, я так думаю, и в общем-то должна быть, это полное уничтожение российского флота, который находится в Черном море поблизости Крыма. По сути, Россия и превратила эту территорию в базу только потому, что там базировался ее флот. Поэтому что произойдет? Расклад показывает, что если этот флот уничтожить, то Россия сама покинет территорию Крыма. Но как она будет эту территорию покидать? Покидать она ее будет очень неприятно для ее жителей. Уходя, Россия будет все уничтожать. Поэтому люди, которые будут в этот момент находиться на территории Крыма, они переживут страшные душевные терзания и мучения. Если они не пострадают физически, то просто они будут наблюдать, как та же Россия, которая несла якобы им благо, деньги и процветание, сама же все это будет уничтожать, как говорят, на корню. Так же, как она уничтожала и уничтожает другие украинские города, так же безжалостно Россия начнет уничтожать и Крым. И я вам хочу сказать касательно Крымского моста. Крымский мост будет не совсем уничтожен, он будет лишен возможности использовать его. То есть он понесет очень существенные повреждения. Но все эти повреждения вплоть до того, что до желания полного уничтожения будет осуществлять не Украина, а сама же Россия. То есть все повреждения серьезные, которые будут нанесены мосту, будут сделаны российской армией. Ну это сложно поверить. что Россия настолько жестоко обедется с Крымом, возможно, потому что действительно мы любим Крым и мы не хотим такой доли. Но какое будущее у такой прекрасной земли? Ну тут еще про будущее рано вообще говорить. Я хочу сказать, что будет дальше, когда начнут происходить эти события акополитические в Крыму, будет таким образом, что въезд со стороны России в Крым станет невозможным. И те люди, которые уедут из Крыма во время уже таких серьезных военных действий, они уже туда никогда не смогут вернуться. Ну как никогда, ну давайте скажем так ближайшие 10 лет. А те люди, которые там останутся, им тоже будет очень-очень не сладко. Вообще это все очень кармические последствия того, что с этой территории были выселены коренные народы. И даже если мы сейчас будем их приглашать обратно, все равно их будет очень мало. А вы знаете, что пришельцы никогда не ценят землю, они только землю эксплуатируют. и поэтому вот кармическое воздаяние к сожалению к этим людям придет. То есть так как они эксплуатировали эту землю, то им придется столкнуться с агрессией по отношению к себе на этой земле. И эта агрессия будет воинственная в первую очередь со стороны России и со стороны природных стихий. И вот вы знаете, какая вообще происходит международная обстановка. Расклад показывает, что есть в Украине люди, которые очень сильно хотят сейчас активизировать наступление на Крым. И эти люди относятся к такому классу бизнесменов. Это то, о чем я уже говорила ранее, что бизнес в политике очень губителем. Никогда не нужно полагаться на то, что какой-то бизнесмен, купец, торгаш станет успешным дипломатом. А мы видим, например, как пытались заслать к нам Абрамовича на какие-то переговоры, хотя это вообще человек другого мира. И вот нам нужно не повторить эти ошибки. Ну, во-первых, я всегда говорила, что из рады нужно таких товарищей убирать. То есть, если ты бизнесмен, занимайся бизнесом, развивай экономику, занимайся благотворительностью, политикой и управлением страны должны заниматься не бизнесмены люди, потому что бизнесмены опять нас приведут сейчас в очень неприятный, могут привести в очень неприятный капкан. Потому что люди, воодушевившись тем, что пошли какие-то победы, как им кажется, на территории Крыма, то они сейчас хотят как на белом коне вендетту, сатисфакцию вернуть себе то, что они потеряли и начинают толкать наше политическое руководство к неверным шагам. То есть, на самом деле, еще надо трезво размышлять, есть ли у нас резервы и ресурсы или мы сейчас положим лучших и лучшее, что мы имеем ради того, чтобы удовлетворить какие-то желания бизнеса. То есть, такие ошибки совершать нельзя. И Крым, сама это по себе территория, что показывает расклад, она представляет интерес не только для России и Украины. Это очень важное стратегическое место, и на него очень серьезно смотрят и США, и Турция. Поэтому ни одна из этих стран не будет упускать возможности своего влияния на этот полуостров. И что показывает расклад, что очень-очень вероятно, что повторится ситуация, которую мы видели во время Великой Отечественной войны, имеется в виду Второй мировой, когда произошла высадка американского десанта в Нормандии. очень сильно похоже на то, что США вмешается в ситуацию, которая там происходит, и подойдет туда на своих кораблях, и действительно возможна высадка десанта непосредственно в Крыму. И что дальше будет с этой территорией? Вот если посмотреть на Украину, на то, что очень много городов в Украине разрушено, давайте трезво подумаем, хватит ли ресурса в Украине восстановить города и еще заняться освоением территории Крыма, где все-таки какая-то будет продолжать проживать часть населения, агрессивно настроенная в Украине? Я не знаю ответа на этот вопрос. Тут нужно очень хорошо подумать, потому что без поддержки все-таки других государств Украине тут справиться не получится. Расклад показывает, что самые сильные карты по отношению к Крыму у Америки. И также есть еще большой интерес Турции, потому что турки они очень хорошо нюхом чуют, где слабые места, как получить свою выгоду, и они очень-очень были бы рады получить какую-то часть земли на этой территории, или же разместить там какую-то свою базу. То есть не исключен вариант, что Крым впоследствии станет территорией, на котором будут размещены базы НАТО. Что касается поведения России, вот Россия из-за своего неуемного желания строить, продолжать Российскую империю, она идет не к империи, она идет к своему разрушению и к окончанию своей какой-то там державности. И вот Украине просто надо тоже смотреть на это все и делать правильные выводы. Потому что с одной стороны что-то хочет, какие-то имперские амбиции мы наблюдаем и у турецкого президента. поэтому тут конечно надо быть очень аккуратным. Наш президент недавно заявил, что он будет сам принимать решения по Крыму и Украина не будет советоваться ни с какими другими странами. Я могу подозревать почему было такое заявление, но я думаю, что оно было более эмоциональным. На самом деле не получится такого. Не получится Украине не советоваться с другими странами. и вы уже все понимаете почему. Во-первых, потому что мы зависим от ресурсов других стран, военных, техники. И во-вторых, что не только Украине интересен Крым. И вот сейчас в течение следующих шести месяцев и даже следующего года мы будем наблюдать развитие очень интересных событий, которых мы даже представить бы не могли. что касается безопасности людей в Крыму. Стоит ли оттуда уезжать и будут ли там какие-то человеческие потери? Ну я вам могу сказать однозначно будут. И люди, которые там находятся, не верьте ни одному слову российской власти. Она вас предаст, она вас бросит в одиночестве. И в последний момент вы не сможете ни эвакуироваться, ни находиться в безопасном месте. Это так показывает расклад. То есть на сектор смерти выпало предательство, одиночество, склонность к саморазрушению и разрушению имущества, отношений и здоровья. поэтому в данный момент я бы просто людям, которые находятся в Крыму, я что бы просто посоветовала. Обратите внимание на свои личные потребности, не будьте рабом долга, не ставьте интересы окружающих выше своих, слушайте себя, слушайте свою интуицию, слушайте своё подсознание и уделите внимание себе вопреки даже какому-то здравому смыслу. И это поможет вам принять правильное решение сохранить свою жизнь и сохранить своё здоровье. Потому что есть ещё одна большая угроза, если она, не дай Бог, произойдёт, какая-то утечка радиации на Запорожской атомной станции, то расклад показывает, что первое кто пострадает от этого пострадает Крыль. Не будет, ну мы, я очень надеюсь, что вообще ничего этого не произойдёт. Расклад не всегда показывает что-то потальное. Он может показывать какие-то предпосылки. Предпосылок к серьёзной атомной катастрофе нет. Но утечки радиации могут быть. И вот они все осядут, видимо, в виде осадков именно в Крыму. И поэтому ещё в Крыму действительно может оказаться, что эту зону придётся покинуть ещё и поэтому. И в течение как минимум десяти лет она будет не совсем пригодна для нахождения безопасного людей. То есть так показывает расклад. Это как ещё один вариант, почему люди, покинувшие Крым, не смогут туда вернуться. вообще очень бы хотелось, чтобы Крым сохранился в целости и неприкасаемости. Потому что Мария, я правильно зрозумела, россияне хочут поступить с Крымом, просто знищивши его, чтобы он никому не достался? Да, так и будет. Пока они, может быть, этого не осуществляют, потому что они всё-таки надеются на свои корабли, которые там плавают ещё, и на какие-то оружия, которые ещё стреляют. Но в конечном итоге не останется у них флота, то есть то, что останется, будет резко вынуждено вплыть куда подальше. И вот в таком состоянии отчаяния, они, как бы сказать, уходя, покидая Крым, они будут всё взрывать, всё разрушать. Ну и дальше там уже мы посмотрим, чем это закончится. Чи є варіанти того, что Крым будет врятовано? Такие варіанти всегда есть. Вот часто люди говорят там Божья воля, на всё Божья воля. Тандра смотрит по-другому на это, на всё ваша воля. Если ваша воля есть на то, чтобы Крым сохранить, то вы поступите правильно, послушайте своё сердце, свою интуицию и не дадите Крыму погибнуть. А если люди будут слушать пропаганду, ориентироваться на какие-то свои эгоистические нереализованные мечты и желания, которые они изо всех сил будут стараться, надеяться, что они воплотятся, то, конечно, Крым будет разрушен и будет огромная катастрофа. В любом случае выбор за людьми, именно за людьми. Да, сейчас выбор за людьми. Очень важно правильное поведение и политика Украины и действия правильные ВСУ. Нельзя сейчас ссориться никак с Америкой. Ну, то есть нельзя тут отстаивать что-то, потому что в данной ситуации нужно быть очень дипломатичными мы, к сожалению, зависим от более сильного партнёра. Что касается России, то вы, наверное, уже все догадались, что, как говорится, ваша песенка спета. Будьте просто людьми. Других пожеланий к этим людям нет, потому что любые ваши действия, они кармически отзовут вашей жизни, а если эти действия очень разрушительные, то это проклятие до седьмого колена, как говорится. То есть ваши дети и потомки будут потом это все отгребать своими болезнями, несчастьями, уродствами и так далее. Паня Мария, дякую. Все ж таки буду верить в то, что украинская людянесть, украинская вера и украинская доброта, которая, неизважаючи на важкие обстоятельства, в нашем жизни не зменшилася, а навпаки збільшилася, вона зможе врятувати долю Криму, і я вірю в те, що все буде добре, бо Крим це Україна, а на українській землі має засяяти сонце, ми переможемо цю темряву, і я дуже вдячна вам за те, що ви застерегли українців від помилок, попередили кримчан, і незважаючи ні на що, ви шановні наші глядачі, переходьте по посиланню до пані Марії, на її особисті соцмережі, звертайтеся до майстра, бо пані Марія робить дуже велику роботу, вона допомагає багатьом людям, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, з вашим майбутнім, є проблеми у родині, звертайтеся, будь ласка, до пані Марії, вона залюбки протягне вам руку допомоги. Пані Марія, дякую, на цьому ми з вами прощаємося, до нових зустрічей, дякую. До бачення.